Кухня, новый ресторан в большом городе и команда молодых, амбициозных поваров, приехавших в Москву из разных уголков страны, готовых на всё, чтобы под руководством известного ресторатора Арама Мнацаканова создать успешный бизнес с нуля всего за 8 недель. Для успеха им нужно стать единой командой и выложиться на все 100. На кону несколько миллионов рублей, заработанных рестораном за всё время проекта. Но все эти деньги в финале заберёт только один. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С темой вечернего ужина – среднеазиатскую кухню. В помощь команде он пригласил консультанта проекта Василия Емельяненко и шеф-повара узбекской кухни Ахмеда. То есть у вас есть замечательный повар, на который вы можете опереться. Гостями ресторана в этот день были сразу две популярные группы – мобильные блондинки и корни. На финальном голосовании номинантами стали самого движенка Анна Золотарёва и названный по итогам работы худшим Александр Ерин, который и покинул проект. Принимаю своё непростое решение. Саша, вы покидаете проект. Накануне Арам сообщил участникам, что сегодня их ожидает японская кухня и попросил придумать название нового ресторана. Валера не спал всю ночь, чтобы найти подходящие варианты. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. Давай название придумаем, а потом будем уже думать. Ну, название, как правило, они придумывают что-то из истории, из мифов всегда. Или что-то из природы, из животных там. Или там… Ну, давай назовём Инари Сама, богиня солнца. Нет, это богиня Риса. А где богиня солнца как-то? Там можно вообще язык сломать. Аматерасо. А пускай будет это самое богиня Риса. Конечно, это тоже прикольно. Инари Сама. Да, это тоже интересно. Добрый день. Добрый день. Сегодня у нас будет день японской кухни. Японскую кухню я ненавижу просто. Я не понимаю вот это вот. Я могу рыбу сырую поесть со своим соусом. Но вот это всё вот не моё. Хотел спросить, придумали ли вы хотя бы название для этого ресторана? Мы остановились на одном варианте назвать наш ресторан именем богини Риса. Инари Сама. Потому что это история около четырёх веков. Инари Сама. Не сложно ли будет людям говорить? Ну ладно, ничего. Можно просто Инари. Можно Инари. Название, которое Валера Бессонной ночью выуживал в просторах интернета, пришлось Араму по душе. Сегодня ресторан реальной кухни будет носить гордое имя японской богини Риса Инари. Теперь осталось понять, как распределятся участники в кулинарном храме богини. Сегодня их участь решит жребий. Итак, Сандро, назови любое имя. Сандро. Нестандартное можно решение. Татьяна. Татьяна, выбирайте первое. Кухня. Повар, простой повар ты у нас сегодня, Танечка. Раз Сандро поступил стандартно, нестандартно, ну, тогда ему тоже разрешим подойти вторым. У него будет шанс. Официант в зале, Сандро. Не знаю, как-то оно все выпало так, как должно выпасть. Я вообще не боюсь работы. Дайте мне время на подготовку. Я подготовлю хорошо кухню, подготовлю зал и могу вообще сам все сделать. Анна. Я так и знала. Я так и знала. Иди к своей судьбе. Сейчас. Я шеф, ну, то что, это все равно ответственность, да? Не просто ходишь поваром, можно подурачиться, да, какое-то время, а на тебе ответственность за кухню. И остается у нас еще один повар и управляющий зал. Управляющий зал сегодня шуршит наравне с официантом. Менеджер зала – это такое название было просто. Бар пустой, зал пустой. Получается, не менеджеры, не бармены, а два официанта. Иди, Валера, сюда. Ну, Валера. Японская кухня. Ну, для меня это вообще, ну, другая планета. Потому что я никогда не готовил японскую кухню, ел там только суши. Арианта? Арианта? Да. Это сын. И сложилась эта сладкая парочка. Это твикс. Я поднимаю, и Олеся у нас менеджер. Я буду выходить из зала. Я вообще, я даже капли не сомневался, что мы будем в зале с Олесей. И тем более я не сомневался, что она будет там администратором. Посмотрим, поржем, что там. Пусть управляет. Хочу вам еще сказать важную вещь. Потому что с одним мы сегодня попрощаемся. Остался четыре человека. Конечно, печально. Остались ребята, которые, я бы сказал, самые стойкие. Самые стойкие. И, можно сказать, достойные финала. Но, тем не менее, это игра. И надо кому-то уходить. Двух особо отличившихся, по моему мнению, из числа победителей, так скажем, я заберу и увезу вечером. Это будет поощрение, без всяких обид. Сейчас все готовы? Да. Пойдемте знакомиться в зал с нашим шефом. Да. На финальной неделе в ресторане «Реальная кухня» вместе с участниками работают настоящие профессионалы. Повара лучших ресторанов и кулинарных школ Москвы. Вчера своим искусством с ними делился шеф-консультант проекта Василий Емельяненко. Сегодня Арам привел участникам нового наставника. Я хотел бы вам представить Леонида Жаркова, шефа японской кухни. Садитесь, Леонид. Не будем от вас скрывать, что мы хотели бы на вас побольше заработать. Потому что все, что мы зарабатываем, уходит в призовой фонд. На сегодняшний день призовой фонд уже 2 миллиона 850 тысяч рублей. И 2 миллиона 850 тысяч рублей мы хотели бы, чтобы превратились уже как бы в 3 миллиона с чем-то. Мы придумали название для этого ресторана. Инария. Инария, потому что Инария... Богиня Риса. Богиня Риса, да. Я хочу еще дополнить, что сегодня по жребию шеф-поваром будет Аня. И вот на Аню, я думаю, вы должны в этом смысле делать акцент, что она останется вместо вас. В прошлый раз, когда Анна была шефом, консультант программы Василий Емельяненко привел в помощь команде известного столичного повара Дениса Перевоза. Тогда отношения Анны и нового наставника не сложились. Вот видишь, смотри, я сейчас протыкал, да, долго не мог протыкнуть, потому что кожа очень плотная. Вы когда вчера засолили их, да? Сегодня утром. Вот я уверен на 100%, что они внутри не соленые. Пробуют. Так и есть, да? Денис начинает меня долбить просто, гасить. Вот сразу у меня хоп такой вообще поставил на свое место. Сиди там. А вы пригласите нас в гости? Пригласим. Вот таким кусочком. Сначала здесь себя проверьте, потом будем в гости звать. Посмотрим, сможет ли Анна сработаться с Леонидом Жарковым. Давайте вы накидывайте свои версии, что бы вы хотели в меню, а мы будем... Наверное, какие-то топовые... Ну, я думаю, с сашими. Я вообще начинала с японской, ну, я там посудницей работала. Потом, когда меня поставили шефом, там была японская кухня, пацаны меня учили повара готовить японку. Мисса и суримона – это два основных классических супа, которые подаются в самом начале. Поэтому я предлагаю их и сделать. А что касается еще закусок? Предлагаю сделать три вида суши. Небольшой сет. Сет суши. Сет суши. Суши и сашими. Сладкое я предлагаю сделать, говорит, одно. Давайте мороженое жарим. Давайте теперь несу. Идя на чай. В этот момент Анна впервые почувствовала неприязнь к новому наставнику. Изначально как-то он начал меня валить. И он прям давил, реально. Давайте, ну, мороженое в темпуре, ну. Как же ты предлагаешь? Ты же должна все так сказать. Пить это. Ты со фритюром будешь? Да, давайте, давайте, термисус супер. Супер. Нет, на это сложные по технологии блюда нет смысла вообще вводить. Когда предложение Леонида неожиданно нашло поддержку в коллективе, Анна вошла в штопор и решила во что бы то ни стало доказать свою правоту. Да вы ни разу не готовили, откуда вы знаете, что это сложно? Ань, смотри, первое напросто. У тебя даже мороженое... Все, я слушать не хочу этот бред вообще. Какой бред, Ань? Вот ты сейчас ведешь себя как абсолютно непрофессионал. То, что вы подавали как мороженое, здесь вообще невозможно подавать. У вас мороженое не доходит даже до раздачи. Оно растекается. Как вообще можно говорить про мороженое здесь, если ты здесь отработала столько времени? О чем ты говоришь сейчас? После отповеди Арама всем стало понятно, что этот раунд Леонид Уанны выиграл. И сегодня в меню реальной кухни появится именно его десерт. Тирамису, зеленый чай. В принципе, все понятно? Да. Все, идемте на кухню. Самое главное – это эстетический вид блюда. Горячие блюда, скажем так, менее, да, на них уделяем внимание в этом плане. Но что касается салатов, сашими и суши, они должны прямо выглядеть у нас идеально. Можно подать, так сказать, как бы блюдо не очень яркое, но красиво подать, и оно совсем по-другому заиграет. Поэтому надо учиться. Начнем с чего? Начнем сейчас с вами соус-соус. Давайте приготовим сначала для нашего соуса дюдю основу. Основой будет являться соус якинифу. Не знаю, как-то... Не то, это сложные названия, плюс ребята, да, ни разу с японской кухней сталкивались. Нам сейчас нужно морковку вот эту нарезать мелким, мелким, мелким кубиком. На самом деле, эту заправку, да, можно смешать в блендере, но вкус получится не тот абсолютно. Когда вы нарежете, у вас будет мелкая фракция овощей, вкус будет вообще потрясающий. Мы спеем все в четырем приготовлении? Я не знаю. Давайте шевелиться. Давай, давай. Он начал на камеру работать, все вот это вот, там, вот этот свой пафос весь, показывать себя, а не показывать кухню. Не люблю пафос, я не люблю пафос на кухне. Какую ты корону на себя не оденешь? На тебя кухня, она скинет с тебя любую корону. Итак, обстановка на кухне накаляется. Между тем, в зале тоже возникли проблемы. Сандро, который с места в карьер занялся подготовкой зала, никак не мог допустить, чтобы Олеся в этот момент прохлаждалась. Давай, Олеся, сначала по залу. Давай бездавай, я буду говорить, ты будешь делать. О, хорошо, давай, начинай уже хоть что-то делать. То ли она хочет меня утопить, потому что в помощи от нее никакой не увидел. Все, начиная от сервировки, подготовки зала, бара, то есть все, все полностью, даже антураж, украшения, все легло на мои плечи. Я уже говорила и сотый раз повторюсь, то, что ни одна должность ресторанного бизнеса мне не нравится, потому что это неблагодарная работа. В конце концов, после долгих раздумий, Олеся нашла себе благородное занятие – составление меню. Итак, в меню у нас входили сегодня салат ясай, мисо, суп с уймона, суп с уймона, с уймона с креветкой, да, ясай, тирамису, дальше из основных блюд у нас следует дю-дю и аякодон. Составление меню Олесе давалось нелегко. Даже после подробной консультации Леонида у нее остались вопросы. Так, в итоге, как правильно пишется? Мисо, суп или мисо? Мисо. Мисо? Такая тонкая морковка. Все, снимай, готово. Олеся неспешно отправилась записывать меню, а Леонид продолжил выводить оно из себя активностью и энтузиазмом. Так, все, туда отправляем. Уксус рисковицы, морковь, морковка режется, масло подсолнечное, чесночок нужно мелко измельчить, 4 зубчика. Он просто подгонял там. Чувак делал-то, только одно задание говорит, тут же где там мое то, где мое это. Хотелось ему в лоб треснуть, подойти, если честно. Остается еще яблоки. Окинь меня яблоком, пожалуйста, у тебя там рядышком они должны быть. В тот момент, не знаю, что-то в моей голове переключилось. Я не просто подала, я кинула в него яблок. Опа-на. Его жизнь посла вытяжка. Вот такие, вот кинуло, так кинуло просто. Просто это 5 было. Я думаю, он понял меня, он понял мой вызов, он понял, что, ну, что он мне не нравится. Анна вновь дала волю эмоциям, а ведь совсем недавно Арам просил ее сдерживать свой темперамент. Руководитель не должен проявлять эмоции таким образом. Он никогда не показывает, что тебе нравится, что тебе не нравится. Ты же мудрый, взрослый человек. Леонид и в самом деле понял вызов Анны, но принимать его не стал и решил спустить ситуацию на тормозах. После яблока я успокоилась, все, я приняла его, и все, у меня сразу переключилось все. Я ему сказала, что давай, говорю, продолжим работать, не будем отвлекаться на эту ситуацию еще. Мне кажется, тебе самураи, да, действительно посвящать можно. Я хочу, чтобы ты мне, да, нарисовал. Сейчас я возьму. Солнце? Солнце, да, и какой-нибудь иероглиф японский. Я попросила ему бандану расписать, чтобы, ну, как-то общий язык найти. Я хочу, чтобы ты посвятил меня в круг японских, ну, хотя бы помощников повара. Ты уже почти защитила яблоком желтый пояс. Спасибо, Сунцент. Два, держи. Итак, открытые боевые действия реальной кухни больше не грозят. Но сможет ли Анна воздержаться от партизанской борьбы? Итак, все, все готовы сейчас? Да. Смотрите, внизу темная и светлая паста. Соотношение пасты, я говорю, бывает разное. Но мне больше всего лично мне нравится. Три части пасты темной, одна часть пасты светлой. Супы это все, это, блин, наборы космонавта. Все, в тюбике, тюбик выжил, тюбики повыжил. А ты попробуй бульон, свари правильно, с курицей, да? Там, не знаю, что тебе-то пасту с водой смешать? Что это, искусство, что ли? Они остротой, да, отличаются? Они не остротой, а насыщенностью, я бы сказал. Вы можете попробовать обе пасты. Такое ощущение, что я где-то вернул это, где-то в космосе. На пыльчиках? Все в тюбиках, все в пакетиках. Ага. Жизнь. Эти супы из полиэтилена, как в космическом корабле. Разбавили, все готово. Видимо, остыв, Анна вспомнила уроки Арама и, несмотря на свое отношение к японской кухне и Леониду, решила проявить дипломатичность. Ну, любая национальная кухня, она с пищевой кухней. Да, 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 нет, чисто своей кухней. Нет, кто-то понимает, кто не понимает. Нет, кто-то принимает, понимает, вообще мы можем не понимать. Мы, славяне, привыкли к одной пище. И мы можем поесть японскую пищу раз в неделю, может, раз в месяц. Кому как хочется нажить и на японской кухне, ну, пусть японцы живут. Те, она часто в японских ресторанах кушает? Лично я русскую кухню не очень люблю, потому что она, конечно, такая, тяжеловата. Итак, Валера и Аня против японской кухни. И лишь одной Татьяне она по душе. Неужели в этот раз чутье изменило араму? И японское меню не понравилось посетителям? А выручка ресторана Инари будет смехотворно малой? На этот вопрос ответит лишь время. А пока ресторан готовится к открытию. Леся, ты занята? Да. Ладно, тогда. Меню печатаю, а что такое? Ну, ничего. А если ты занята, тогда ничего. Она ничего не сделала. Она за весь день сделала только безграмотное, тупое меню, которое реально мне испортило всю работу. Как она же кобра? Такая все хорошо. Я считаю, что все равно это будет видно все. Все видно на работе, кто как работает. Ну что, никто не увидит, что Олеса ничего не делала в этот день. Сандра словно в воду глядел. От зоркого взгляда арама безделье Олеси не укрылось. Олеся, а ты не хочешь после доски метнуться на посуду? Можно, а что нет? А? Можно. Надо будет переодеться, только успеть? Или мне можно остаться в своем? Да нет, ну переоденься. Это будет расценивать на какой-то сильный ход. Ага, провоцируете меня, значит, да? Нет, я не пойду мыть посуду. Я не провоцирую, я наоборот говорю. Там три повара все заняты. Да, я знаю, что они не успевают. Сейчас, Орам Михайлович. Ну, блин, что я могу еще сказать? Если здесь все готово, то кто-то должен им помогать, а кто-то должен посуду мыть. Орам Михайлович, обязательно я сейчас это сделаю, мне написать как спецпредложение. Нет-нет-нет, сегодня на десерт. Тирамя сутки. Однако покорность Олеси оказалась лишь хитрым ходом. Художественной росписью доски с меню она занималась вплоть до самого открытия. У Мойки ее так и не увидели. Между тем, на кухне произошел очередной коллапс. Есть у нас рисоварка, либо мультиварка? Толстый, нет, только кастрюлю с толстым дном можно найти. Вот это меня сейчас особенно подрадовало. И здесь меня удивилась ситуация, что у него началась у Лени паника. Нет рисоварки, все, рис как. Что мы сделаем с рисом? Мультиварка – это переделанная, усовершенственная рисоварка. Вот, по сути. В чем ее большой плюс? В том, что она рис не только варит, но и пропаривает. Вот здесь, я не знаю, мы попробуем сейчас добиться данной кастрюли. Нет, я могу попробовать. Японский рис, фишка в том, что варится он. Это воды либо один к одному мы добавляем, либо же мы воды с вами добавляем, килограмм риса, кило двести воды. Вот мы сейчас, наверное, так и сделаем. У нас не было ни рисоварки, ни мультиварок никаких. Мы варили старым бабушкиным методом. Мне кажется, любой дурак сможет рисоваркой рис сварить. Потому что не он как бы варит. Блин, рис. Ребята. Что? Фигня? Не, ну, декоречки этот рис пойдет. Воды много было или что? Да, он еще в кашу спал. Что, успеем еще поставить? Ну, поставить-то успеем. Давай, мама. Через 40 минут варится. Ну, как в воды он. В общем-то, чуть-чуть. Он переварил рис, все, там, кашу. У него ваника, риса нет. Все он уже, ну, как бы, все равно стало его жалко, как бы, решил его подержать все-таки. Давай, сейчас я его переложу. Сварится. Теперь я по-своему сделаю. Не ссыть я. Не ссыть. Пока Аня боролась с рисом, Валера постигал тайны японской кухни. Я готовил телятина. У меня прекрасная телятина с паприкой, с подсоосом дзю-дзю. Мраморная такая, видите, варензичка хорошая. Дзю-дзю? Да. Где-то там. И вообще, как на Луне, я серьезно говорю. Да? Для меня вот это... Интересно? Ну, да, конечно, конечно. Просто, что я немножко не контролирую ситуацию. В принципе, я все спрашивал, как нарезать, что готовить, и как бы быстро все схватил. Между тем, упорство Анны дало результат. Ну что, получилось? Да, я спасла рис. Спасла рис? Да. Что? Молодцы, что? Сварила рис, все. Помогла там везде все доделать, но несмотря на отношение к этой кухне. Ну что, ребята, все готово у нас? Нет. Итак, я объявляю ресторан открытым. Добрый день. Меня зовут Олеся. Проходите, пожалуйста. Ну, пожалуйста. А могу я предложить вам воды? Вода Архыс, скорее всего, защищает иммунитет, ведь это настоящая горная вода. Она обладает природными минеральными элементами. После спасения риса настроение на кухне заметно улучшилось. В этот момент на кухне все замерло. Японские холодные блюда и закуски не готовятся заранее, а попадают в зал, как говорится, с ножа. И повара ждали первый заказ. Может, помочь им выйти, блин? Да нет, ну тишина. Что вам там? Тишина. Там столики сидят. Спокойно. Ну что, а куда торопиться? Между тем, помощь коллег вполне могла понадобиться в зале, ведь у Олеси возникли первые трудности. И Ане не оставалось ничего иного, как заняться работой. Зал ресторана к этому моменту уже был полон, и заказы на кухню поступали один за другим. Нет, 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 сюда, пожалуйста, проходите. А может, он уже занят, к сожалению. Вот именно он занят. Мы все-таки хотели бы, конечно, здесь. Я прошу прощения. На любимом месте. Но гости заранее зарезервировали этот дом. Я бы в обычной жизни сказал бы более неприятные слова, чем мне пришлось им сказать там. Будет порядок исключения? Ну, если вы так наставите, если это у вас связано с каким-то принципом и верой, то, конечно, присаживайтесь. Но придут гости, и это будет на вашей совести. Спасибо большое. Вы очень любезны. Кухня-заказ. Мне нужен сет, получается. Суши, креветка, лосось, тунец, угарь и сашими из тунца. Это в одном сете. И мясо-суп вместе с этим сетом. С сетами, с этими, блин, кошмар. Вообще, я не поняла смысл. Сет один, да, универсальный. И один с угрём, один с лососем, один с этим, с тунцом. Два с угрём, один лосось и сашими сет. Это был старый, это до этого. Ещё я тебе не диктовала два сета. И сидят два лосося, три угря и один сашими сет. Не избивай меня больше, женщина, сейчас. Вот тебе три отдал. Остаётся сашими сет. Мне сашими срочно надо. Вот я сейчас тебе отдаю сашими сет. И что ещё? И... И ещё. Ну да. Ещё угарь, ещё лосось. Угарь и лосось. Вот теперь всё понятно. Ещё большие проблемы с новым меню возникли у Сандро. На третий стол я отдал сейчас курицу и дзю, вычихнул. Третий стол. Я тебя убью. Всё нормально, всё нормально. На восьмом столе есть дзю? Есть, вот она. Курица и дзю у меня. Мне надо отдать уже. Ты меня не путай. У тебя ты выносишь на один, я вычёркиваю на другой. Да, повара не понимали, что им заказывают. Вот такое вот меню, сурброд какой-то, сет, 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 три сета одинаковых. Ну, такой бред был просто. А ведь ещё на обсуждении меню Арам предложил довольно простое решение этой проблемы. Может быть, если действительно мы напишем сет один, сет два, сет три, может быть, да, вот три сета, и они будут отличаться, и человек всегда может выбрать. И тот сет, куда входят более дорогие продукты, он более дорогой, а тот сет, который подешевле, и один средний сет по цене. Приксовать сета нельзя? Нельзя. Нет, нет. Нет, нет. Однако слова Арама, видимо, прошли мимо ушей Олеси, потому что, составляя меню, она придумала для сетов другие названия. И, по мнению Сандро, из-за этого возникла подобная путаница. Олесь, она людей не слышит и делает свои какие-то там нововведения, которые никому не нужны. Сочинский парень вообще запутался. Ты просто посмотри на его чеки, это жесть. Сандро сразу запутался. Действительно, было очень сложно. Люди, которые к японской кухне не относятся никак. Прямо на третий столб. Два термисона. У меня термисона тут нет. Сейчас уточню. Надо его взять и душить. Душить, душить. И его душили, душили. Душили, душили. Его три месяца душим, блин. И он все не сдается никак. В зале тоже было жарко. У гостей к новому меню было множество вопросов. Можно спросить, вот у вас сеты, да, все, я смотрю, где лосось, да? Да. А лосось, ну, как бы мы не очень любим, потому что он жирный, и так как он сырой, то есть там все равно может быть какая-то бактерия. То есть можно делать так, что мы берем, допустим, какой-то сет, да, суши-сет, ну, из него убираем лосось. Хорошо, я сейчас шапуру вам приглашу. Хотел шапуру вам отдать в пол восьмой. Валер, один шуемон, а один джю-джю. Отдавай, пожалуйста. Пошли, я тебе покажу людям. Пошли, покажи мне людям. И джю-джю. Курица и говядина. А, фу, суп и говядина. Таблетки. А, пожалуйста, наша фу, Ранна. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Только одну минуту, у меня очень много работы. Сейчас мы думаем, вот все сеты, да, там везде есть лосось. Я лосось сама не очень люблю. Нет, мы ничего не убираем с сетов. Он вообще никак не любит. Нет, как есть, так и есть. Без лосося сделать, я говорю, нет. Есть у нас определенные мемы, мы по нему работаем, все. У девушки может быть плохо, кстати, от лосося. Нет, к сожалению, ладно, у меня много работы, ребят. Что за сервис, за добрать ее, да? Да. Чего это? Да, начинается мозготня. Все, больше меня в зал не вызывай. Как вам наша кухня? Баланс. А что вам не понравилось, я прошу прощения? Суши сами. Суши сами не понравились? А что с ними? Ну, просто безусловно. Как я поняла, да, по их реакции, они пришли первый раз в японский ресторан попробовать японскую еду. Нет, ну, надо под таким идиотом. Суши назвать безвкусными. Какая жесть. Как может, понравится японская кухня или не понравится? Рыба была на и свежайшая, вообще идеальная просто. Вот, все было, как в обычном, хорошем японском ресторане, вкусно. Суши, да, говорит? Суши были, не это. Безвкусные, говорит. Это у нас неадекватно. Да, это вообще жесть. Похоже, самые пессимистичные прогнозы начинают сбываться. Кажется, японская кухня оказалась слишком сложна для участников и непривычно для гостей. Как это отразится на сегодняшнем заработке, пока не ясно. Я слушаю, вообще фиолетовый что-нибудь там. Работы вообще не обращай внимания. Если люди никогда не были в ресторане, понимаешь, и пришли сюда как-то... Все, какой еще четвертый стол? Да, да, да. Ань. Правильно? Да. Ты вычеркала? Да. Подойди к ним, Ань, пожалуйста. Что-то с супом не так. Я не могу пока к ним подойти, скажи в это. Нет, а не про суп, что-то с супом не так. Что с супом не так? Пусть озвучат свои пожелания или что-то. Неужели все настолько плохо, что клиенты готовы вызвать на ковер шеф-повара? Сможет ли Анна разрешить этот конфликт? Добрый вечер. Да, здравствуйте. Анна, ну, прежде всего, хотелось бы как-то выразить вам слова наши. Реал, респект уважения к вам. Спасибо, Ань, потому что мы с этим зашел. Дело приняло неожиданный оборот. Разъяренные клиенты, к встрече с которыми готовилась Анна, оказались ее фанатами. К этому она была абсолютно не готова. Хочу сказать спасибо вам за то, что вы нам вкусно с вами покормили. И еще, если возможно, фото на память. Конечно, давайте. Я мало видела поклонников своих. Ну, они есть, есть. Молодцы, это понятно, это все логично, что люди смотрят, люди поддерживают. Я в серединке. О, теперь я вот-то большая. Здорово. Здорово. На красную там просто подержите. Получается. Мы следим за вашими всеми успехами. Желаем вам искренней победы. Спасибо. Вы верите нас. Причем наши друзья тоже смотрят на это шоу. Да, и попросили вот передать вот от нас как-то искреннюю веру на вашу победу. Спасибо. Ну, я порадовалась, ну, что действительно в Москве даже меня поддерживают. Обычно, да, каждый за свой город там. А здесь и москвичи реально. Ну, это круто. Приятно познакомиться с вами лично. Спасибо. Взаимно. Спасибо. Появление поклонников Анны несколько испортило настроение Олеси. Ну, суета просто. Я не люблю суету. А именно такая обстановка создала суету. А, пришли мои поклонники. Что, опять? Что, опять? Валеру популярность коллеги почему-то тоже не впечатлила. Это жизнь. Кому-то везет, кому-то не везет. Давай, еще раз. Я думаю, еще увидимся. Спасибо, Суцик. Спасибо. Да, давай. Парк, повязку береги. В ней вся сила, да. В ней вся сила. Все, Вадик, еще раз. Все, давайте. Всем спасибо. Всем всего хорошего. Спасибо. Пока-пока. Итак, Леонид Жарков попрощался со своими подопечными. Ресторан «Реальная кухня» закрыт. Невероятно тяжелый день на «Реальной кухне» закончен. Осталось лишь подвести его итоги. Хотелось бы сейчас послушать всех про ощущения от этого ужина. Я когда писала сюда анкету, я написала, что я не наезжаю под кухню. Символично. Учли. Реально было тяжело всем, потому что для них вообще кухня незнакомая. Они вообще молодцы, они так отстояли достойно. Кого-то выделить можешь? Татьяна и Валера. Вообще прям молодцы. С ними можно и в разведку, и не в разведку, везде. А что виделось из зала? В зале было сложно сегодня. Сандро молодец. Ну, потому что кухня далека от меня была. Почему спрашивал у вас мнение о лучшем? Потому что когда уходил наш Леонид, я его спросил, а ты-то кого бы отметил бы из всех? Он говорит, я бы отметил бы Аню. Так как и вы тоже большей частью на Аню, поэтому теперь у нас новая традиция. Мы планшет вручаем не худшим или подкидающим, а лучшим, которые лучше проявили себя на финальной неделе. Я, если честно, как-то напугалась немного, думаю. Планшет? Планшет, машина, такси, самолет, Хабаровск. Я подумала, сейчас хоть вылетит из окна с моим чемоданом и скажет. Планшет получила, матраю, Хабаровск, все. Я, Катя, не знаю, как еще выглядеть по-другому, присосалась. Аня, сегодня ты лучшая, поэтому проект «Реальная кухня» дарит тебе ультра-тонкий планшет Хайер. Современный, легкий, с мощным процессором и аккумулятором, всегда готовый к работе. Обалдеть. Пускай твоя работа будет легче, так как теперь у тебя есть помощник планшет Хайер. Ну и мы все, в общем-то. Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья мои, хватаем планшет и побежали в тиллаут переодеваться. Наступил момент истины. Именно сейчас станет понятно, насколько успешной была идея Арама выбрать концепции ресторана и японскую кухню. Мы узнаем, какую сумму за сегодняшний день заработали участники. Сейчас у нас в ресторане выручка 2 млн 981 тыс. 400 рублей. Получается, что за сегодняшний день участники «Реальной кухни» заработали больше 126 тыс. рублей. А значит, расчет Арама был абсолютно верным. Впрочем, радость участников была достаточно сдержанной. Ведь сегодня каждый из них может уйти. Кто-то из вас сегодня покинет проект. Предлагаю выйти и сказать, кто же из вас является слабым. Начнем с Валеры. Анимуша, послабее. Да, послабее. С профессиональной точки зрения. Да, только, как человеческое качество, она очень сильная человек. Я тебя увидел как московскую городскую женщину, домохозяйку. Она не человек кухни, не человек зала, хотя у нее их задатки очень сильные. Сандро. Я хотел бы выделить Олесю и Татьяну. Одного выдели, Татьяну и Олесю. Выбери одного. Сила и честь. Давай, одного. Олесю. Она не хочет ничего слышать. Она не понимает эту работу, которую ей дают. Ей рано очень. Ей нужно сначала поработать официантом, чтобы понять вообще, что такое. И как делается, вставляется меню грамотное. Все остальное. Олесю, хорошо, сел, выберу. Сила и честь получилась. Это было ожидаемо просто. Я нормально себя чувствую. У меня нет дискомфорта. Абсолютно. Давай, Анна. Я считаю, что в кулинарном плане, ну, Сандро слабее. Он полный ноль в ресторанном бизнесе. Он показал это. Татьяна. Я тоже думаю, Сандро, в кулинарном плане. Ты шикарен в зале. А в кулинарном когда кого подвел? Не подвел. Сандро, ни один человек ничего не комментировал. Есть проблемы? Да. Ну, как бы, мне кажется, так. Меня очень тяжело завалить. Чтобы им меня завалить, им нужно такую схему отработать. Я даже не знаю, что нужно придумать, чтобы меня вольнуть. Потому что я выкручусь из любой ситуации. Я согласна на то, что Сандро как кулинар не очень. Но, если быть честными, то Таня за все время тоже ни разу не стояла на горячке. Может быть, у меня нет поварского навыка. Но у меня хорошая база теории. У меня хорошая школа. И я, в общем-то, много знаю интересного. Выслушав мнение всех участников, Арам определил двоих самых сильных на его взгляд. А всех остальных, Валера, вас, вас, Татьяна и вас, Олеся, я попрошу сейчас встать. Немножко переживал, потому что, на самом деле, Арам Михайлович принимает решение сам в последний момент. И никто к нему в голову не залезет, как говорится. Итак. Олеся. Отправляйся на диван. И один из вас сейчас покинет проект. В этом нет ничего личного. Татьяна, вы покидаете проект. Конечно, обидно. Конечно, очень хотелось дойти до конца. И с ребятами сложилась уже такая компания. Я хочу сказать человеку, который, ну, ни в чем вам не уступает. Может быть, какой-то миллиметр. Большое спасибо за ту работу, которую вы здесь провели. Было очень жалко терять, Татьяна. Но я понимаю, что я теряю ненадолго. Осталось три дня. Ну, блин, ребят, мы сюда все-таки пришли, как бы, в эту игру. И мы знали, чем это все будет кончаться. И любой из нас мог бы покинуть этот проект. Сегодня перед началом программы я сказал, что два самых лучших поедут со мной в какое-то сокровенное место. Я хочу, чтобы мы все вместе поехали в пятером. И вы тоже поехали с нами. Последний вечер и последний праздник вы будете вместе с нами. Все, до свидания. На самом деле, я хочу сказать, что мне совершенно не стыдно уходить. То есть я ухожу с гордо поднятой головой. Я, самое главное, приобрела стержень, такую закалку, которая мне поможет двигаться. И, в общем-то, не бояться ничего. Однако перед поездкой Рам намеревался сообщить оставшимся участникам важное известие. Первая новость в том, что меня завтра не будет. Чего и послезавтра меня не будет. И вот на эти дни я хочу оставить тебя, управляющим этого ресторана. Это правильно, потому как мы все в этой шкуре побывали. И нужно теперь посмотреть, что он сделает. Завтра я хочу от тебя день украинской кухни. Украинская кухня. Особо ничего выдумывать не надо. Поэтому я надумаю, что все получится. Вторая новость. Понимая, что вас мало, я предлагаю вам маленькую сделку. Пригласить участников, которые были в этом шоу, и которые, по вашему мнению, могут помочь вам в эти два дня справиться с рестораном. Стоит это 50 тысяч рублей из призового фонда. Четвером можно справиться и сделать красивую достойную работу. Кому ссыкотно, пусть вызывают себя и платят с нашего общего призыва деньги, и пусть им будет стыдно. Я хочу сейчас услышать, кого вы хотите позвать за 50 тысяч. Я не чувствую эти деньги, что они мои. Да и в принципе, 3 миллиона, что 50 тысяч, жалко, что ли. Я бы Татьяну Вернова и Артема. А я чего тебе, Артем? В зале работник, он очень хороший. Он зал не вывезет, Артем. Вы чёрт, да. Как это не вывезет? Не вывезет он зал, вы чёрт. А на горячке кто будет? Я управляющий. Я бы встала на горячку. Нет. Давайте Макса вывезем. Я против Макса. Я была против того, чтобы Макса у него не поможет. Я Валерии стала и говорю, ты подумай, чем люди действительно тебе помогут. Не сделают ли они тебе хуже. Почему вы считаете, что Макс, он уже не конкурент, почему вы считаете, что он не справится с задачей? Дело не в конкуренции, дело в негативе. В каком негативе? Ну, Макс даже уехал, когда он отказался с нами прощаться в доме. Парни из столи, давай зайём. Кириллу давайте. Нет, если выбирать между Максом и Кириллом, я бы выбрал Макса. Да, Макса, да. Максим, он реально нам нужен. Тем более, Валера, он знает, что его мужичок не способен вывезти ресторан. Бери тогда Артёма и Макса, и всё. Это реально будет помощь. Ну, так что, кого решаем? Макс и Артём. Давайте, Артём и Максим. Ну, всё. Артём и Максим – это два человека, которых мы вызываем. Да, на дуэль. Всё, бегом, бегом. Загадочным местом, куда Арам отвёз участников, оказался один из его ресторанов. Да, Арам Михайлович пригласил его в гости к себе. У него выступала шикарная группа из Америки. Мы все танцевали, все веселились, все, я не знаю, и Аня меня закружила там в танце. Кружите меня, кружите. Арам Михайлович, спасибо большое. Ну, если я построю, если вы стараетесь очень, что там будет. Я устала от этого всего. Но я не могу остановиться. Реально очень благодарен Араму Михайловичу, мне показал другую жизнь совершенно. Там была бешеная энергетика, ты знаешь, создано приятная, очень позитивная. Ослабляющая, да, ну, и вкусная еда, ну, классная. Всё супер, просто! Стоп нету! АПЛОДИСМЕНТЫ Бардак страшный, прям страшный, ребят. Контроп, ещё ты не хочешь работать? За чемоданом сходи, Алёша! У меня судебное производство идёт. АПЛОДИСМЕНТЫ Заткнись! Пора валить куда-нибудь, прятаться, пока все не поубивают друг друга. Из тебя я сделаю настоящую форму-звезду. Говорю, сейчас я, ты сидишь молчишь. Кто-то сегодня проснётся не дома. И по частям. АПЛОДИСМЕНТЫ Заткнись! 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 Заткнись!